Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Гузель Яхина. Дети мои. Отрывок из романа. Бах пошел на звук. Тихо поскребся о массивные бревна дверного проема. Никто не отозвался. Гузель Яхина. Отодвинул завесу и оказался в обширной, как амбар гостиной. Весь центр ее занимал тесовый стол, уставленный таким количеством яств, которых хватило бы верно и ослингскому великану из древней саксонской легенды. За столом сидел могучий человек и пожирал еду, кладя ее в рот пальцами и не стесняя себя использованием приборов, которые лежали рядом с тарелкой, чистые. Громкий хруст исходил от мощных челюстей, перемалывающих пищу. В картине этой удивительным образом не было ничего уродливого. Наоборот, весь пышущий энергией цветущий вид хозяина так шел этому обильному столу и каждому стоявшему на нем блюду, что вся композиция оказалась созданной причудливой фантазией художника. Бритая наголова голова мужчины блестела в точности, как пышный калач в центре стола, смазанный яичным желтком и подрумянинной в печи. Богатые щеки розовели подобно ветчине, выложенной на тарелке толстыми влажными ломтями. Мелкие темные глаза были совершенно одного цвета свинными ягодами в бутыле с наливкой, а уши, большие и белые, воинственно торчащие в стороны, поразительно напоминали вареники, грудой вздымавшиеся в глубокой плошке. Толстыми сосисочными пальцами человек брал из бочонка квашеную капусту и отправлял в рот. При этом лохматые усы и борода его так походили на эту самую капусту, что Бах поначалу даже зажмурился от наваждения. — Моя дочь дура! — произнес человек вместо приветствия, продолжая жевать и не утруждая себя приглашением Баха к трапезе. — Сделай так, чтобы этого не было видно! Бах заметил, что стол накрыт на двоих, но присесть не решился. Откашлялся и оправил пиджачок, ощущая, как вздрогнул и подобрался пустой желудок. Ломая голову над загадочным письмом, шульместер сегодня не обедал вовсе. — Вы Удагрим? — уточнил на всякий случай. — Да уж не Господь Бог! — подтвердил тот, подбирая со сковороды куски картофеля на выжарках из сала. — Сколько же лет вашей дочери? — Бах заметил на столе несколько видов колбас. И холодную ливерную с лиловым отливом, и горячую жареную в чешуе золотистых шкварк, и копченую, и у него отчего-то вдруг стало солоно во рту. — Семнадцать на троицу стукнет! — И она, как вы изволили выразиться! — Бах сглотнул обильную слюну, мешавшую говорить. — Не отличается острым умом. Насколько же выражен этот недуг? — Сказано, дура! — И Грим с чувством выплюнул попавшую меж зубов вишневую косточку. — Бах дернулся от неожиданности. Но та просвистела мимо и запрыгала по земляному полу где-то в дальнем углу. — В голове дым. Сказки нянькины да капризы бабские. Кто такую замуж возьмет? — Здешние тюфяки взяли бы, как петь дать, а в рейхи не возьмут, даже с приданным. — Нет, в рейхи мне ее такую с рук не сбыть! — Рейхом колонисты на немецкий манер называли Германию. — Вы собираетесь эмигрировать? — осторожно заключил Бах. — Как скоро? — Ты учитель? Вот и учи! Грим со стуком поставил на стол пустую тарелку. И Бах вздрогнул повторно. — А вопросы я и сам задавать, мастер. Учи мне, дочь, говорить красиво и складно. А не говорить, так хоть понимать. Молчащая жена, оно еще и лучше. Пусть хоть чуток по правильному кумекает и довольна. И мне легче, и тебе, деньжонка в карман. Грим ухватил мягкую вафлю, шлепнул ее в плошку с медом и запихнул в рот, рукой подбирая из губ тягучие медовые нити. — Извольте вести себя подобающим образом, господин невежа, иначе разговор наш окончен. Хотелось крикнуть Баху и даже стукнуть легонько ладошкой по столу. Но вместо этого он только опустил глаза и заэлозил руками по брючинам. Борясь с закипающим внутри негодованием. — Итак, вы желаете, чтобы я учил вашу дочь высокому немецкому? Спустя минуту резюмировал он слегка дрожащим голосом. Можно ли в таком случае познакомиться с ученицей? — А приезжай завтра со своим барахлом, книжками, карандашами или чем-то там на уроке нос пачкаешь. Начнешь урок и познакомишься. Из тяжелой бутыли белого стекла Гримм плеснул себе в рюмку мутно-малиновой наливки, затем поглядел на Баха пристально и плеснул во вторую рюмку. — Согласен, господин Гримм, мы с вами столь мало знакомы, что я все же просил бы вас избегать фамильярности и обращаться ко мне. — Согласен, — перебил Гримм, вставая и протягивая Баху рюмку. Бах рюмку взял. Ох, и ядрена пахла наливка. Вдохни, захмелеешь. Дернул плечом, выгнул брови неопределенно. Наконец, не в силах более выдерживать пристальный взгляд Гримма и желая как можно скорее окончить малоприятную встречу, нерешительно повел подбородком, словно хотел освободить шею из чересчур тугого ворота. Движение это вкупе с мучительной гримасой на лице можно было истолковать самыми разными способами, но несклонный к многомыслию Гримм принял его за однозначный утвердительный ответ. Рюмки громко дзынькнули, скрепляя договор. Растерявшийся от такого стремительного развития событий, Бах поднес губам свою и жадно вылил прохладную жидкость в пересохшее горло. И в тот же миг что-то изменилось вокруг. Не то наливка была чересчур крепка, не то Бах, оголодавший и непривычный к веселящим напиткам чересчур слаб, но хутор, до этого суровый и мрачный, вдруг пробудился и наполнился жизнью. Мелькнули за окном чьи-то крепкие спины, раздался со двора стук топора и блеяния овец, хлопнула входная дверь, кто-то прошел по кухне, тяжело шаркая ногами, и скрипучий старушечий голос спросил сварливо. «Самовар нести?» «Позже», — отозвался Гримм. Он снял со стены длинную изогнутую трубку, уселся лицом к окну и принялся набивать ее табаком. Поняв, что встреча окончена, Бах пошел вон, нисколько не смущенный необычным поведением хозяина. Вернувшиеся в мир люди и звуки наполнили душу веселостью, вздорными и смешными показались собственные страхи, и даже голод, жестоко мучивший его последний час, куда-то исчез, уступив место приятнейшей легкости и телесному воодушевлению. Лес, через который Бах с Киргизом шли обратно, глядел уже не дикой пущей, а по-весеннему светлой рощей. Шагать по ней было одно удовольствие, а отрадные мысли это удовольствие многократно усиливали. Предстоящие уроки с девицей Гримм казались предприятием несложным, но полезным, отвечающим священному учительскому долгу, к тому же финансово привлекательным. Вскоре Бах заметил, что ноги несут его по тропе удивительным образом. Каждый шаг преодолевает расстояние в пять, а то и десять аршин, так что на хребте склона он оказался в считанные минуты. Открывшийся с высоты вид был совершенно поразителен, и Бах замер, позабыв себя. Волга простиралась перед ним, ослепительно синяя, сияющая, вся прошитая блестками полуденного солнца от горизонта и до горизонта. Впервые он обозревал столь далекие просторы. Мир лежал внизу, весь, целиком, и оба берега, и степь в зеленой дымке первых трав, и струившиеся по степи речушки, и темно-голубые дали по краям окоема, и сизый орлан, круживший над рекой в поисках добычи. Бах раскинул руки навстречу этому простору, оттолкнулся от края склона, и этот миг не мог потом припомнить в точности. Не то слетел птицей, не то сбежал вихрем по тропинке вслед за быстроногим киргизом. Проснувшись наутро, Бах вспомнил о предстоящем знакомстве с ученицей и ощутил противную слабость. Зубы сводила нещадно, в них поселилась какая-то ноющая прохлада, будто в челюсти гулял сквозняк. Таким же мерзким холодком обдувало изнутри желудок. Бах подумал было сказаться больным и увильнуть от сомнительной затеи, но неожиданно обнаружил в кармане пиджачка деньги и немалые, судя по всему, врученные вчера гримом в качестве задатка, хотя сам момент вручения совершенно выпал из шульмерской памяти. Отказаться было невозможно. В оговоренное время Бах ждал на пристани, измученный тревогой о предстоящем уроке. Под мышкой держал томик Гёте, учебник немецкой речи и стопку бумаги для упражнений в письме. Рубашку под жилет решил надеть чистую и даже глаженную. Несмотря на эксцентричность отца, дочь могла оказаться гораздо более требовательной к принятым в обществе нормам приличия. Никогда прежде Баху не приходилось давать частные уроки взрослым девицам. Он боялся, что один лишь насмешливый взгляд, фройлен грим, или неосторожное слово, послужит причиной его смущения, излишнего румянца на щеках или приступа заикания, и потому решил быть с ученицей строг. Решил также не смотреть во время урока ей в глаза. А глазища у девиц порой бывают страх какие! И даже вообще на неё не смотреть, а созерцать исключительно пейзаж за окном или, на крайний случай, потолок. Уж лучше выглядеть отстранённо и холодно, чем смешно. Заготовил несколько фраз, которые имели целью, вопреки домашнему уюту, создать строгую атмосферу урока. Придумал их не сам, а позаимствовал из лексикона пастора Генделя. Так и сел в подоспевшую лодку киргиза, бормочая эти фразы себе под нос на все лады и стараясь подобрать наиболее внушительные интонации. Пути не заметил, был увлечён подготовкой ко встрече. Взбираясь на обрыв, запыхался уже меньше вчерашнего. Да и лес выглядел сегодня мирно, да и хутор был приветлив и многолюден. Хозяина видно не было. Киргиз провёл Баха в гостиную, которая смотрелась до того иначе, что узнать в ней вчерашнюю столовую было затруднительно. Могучий обеденный стол куда-то делся. И Бах изумился про себя. Как сумели вынести предмет, явно превосходивший размерами дверные и оконные проёмы? На месте стола выселась полотнянная ширма, отгородившая добрую половину пространства. Перед ней деревянный стул с резной спинкой. Вчерашняя старука-кухарка сидела тут же, у окна, удобно устроившись на низенькой скамейке и поставив перед собой крашенную в земляничный цвет прялку. Колесо её вертелось и жужжало, разбрызгивая по бревенчатым стенам красные блики. Он поздоровался, но старуха едва ли услышала его за стрёкотом колеса. Одетая в крошечный белый чипец, голова даже не повернулась. Не решаясь заглянуть за ширму, явно водружённую с каким-то намерением, Бах положил свои книги на стол и принялся ждать, разглядывая висящую на стене широкую витрину с дюжиной хозяйских трубок. Янтарно-жёлтых из яблони, густорозовых из груши и сливы, тёмно-серых из бука, каждая длиной не менее локтя. «Приехал учить?» «Так учи!» «Не отлынивай!» Громкий окрик сзади вдруг. Бах вздрогнул, повернулся. Он мог поклясться, что сердитый голос принадлежит старухе, однако та продолжала работать, уткнувшись взглядом вкрутившуюся у носа шпульку. «Позвольте». «Я готов», – обратился он, тем не менее, к ней. «Но для обучения одного лишь учителя недостаточно. Требуется также ученица. Где она?» «Я здесь», – едва различимый голос из-за ширмы, такой тонкий, что его легко можно было принять за детский. «Изволите шутить, фройлин?» Бах подошел вплотную к ширме и внимательно оглядел массивную раму, на которую было натянуто небеленное полотно, закрепленное по периметру мелкими гвоздями. «Надеюсь, вы понимаете? Подобное баловство недопустимо в столь серьезном деле, как обучение. Выходите немедленно и начнем урок». «Я не могу выйти?» От волнения голос упал до шепота. «Невелено». «В таком случае я буду вынужден пригласить сюда вашего отца и рассказать ему об этих фокусах. Насколько я могу судить, по нашему недавнему знакомству человек он решительный и проволочек не потерпит, что значит «невелено». Кто не велел?» Бах прошелся вдоль ширмы, три шага туда и три обратно, размышляя, не сдвинуть ли ее попросту в сторону, оборвав тем самым затянувшуюся игру в прятки. «Отец», – это слово голос произнес осторожно, даже с опаской. Отец и не велел. «Послушайте». Бах приблизил лицо к полотняной створке, и ему показалось, что по ту сторону слышно легкое частое дыхание. «Как вас зовут?» «Клара». «Послушайте, Флойдлен Клара, вы взрослая девица и наверняка понимаете, что образование – процесс многосложный. Заниматься им из-за ширмы, а также плавая в Волге, стоя на голове или каким бы то ни было иным причудливым образом не получится. Не могу же я учить высокому немецкому вот эту загородку!» Бах положил ладони на раму, ухватил покрепче и попытался приподнять ширму, намереваясь перенести в угол комнаты, но не смог. Конструкция неожиданно оказалась очень тяжелой, лишь пошатнулась слегка, а Бах едва удержался на ногах. За ширмой испуганно ахнули, жужжание прялки смолкло. Смущенный собственной неуклюжестью, Бах обернулся и уткнулся в немигающий взгляд старухи. Выцветшие от старости глаза, едва различимые под седыми ресницами и похожие на плавающий в молочном супе клёцки, смотрели пристально и равнодушно. Скрюченные пальцы продолжали беззвучно сучить, но не выпавшую из них нить, а воздух. Бах устал и не по себе. Убрал руки с ширмы, отёр ладони о пиджак, отступил на шаг. Старуха тотчас поймала пальцами выскользнувшую нитку и вновь забила ступнёй о педаль, разгоняя прялочное колесо. Бах схватился за спинку стула. Постоял так с минуту, переводя взгляд с бледного старухиного лица, морщинистого, как ящеричная шкурка, на злополучную ширму и обратно. Из-за створок донёсся лёгкий звук. Не то короткий шелест бумаги, не то всхлип. Ну хорошо. Бах хлопнул ладонями по струганой спинке. Есть ли объяснение такому странному способу занятий? Возможно, вы обладаете какой-то необычной внешностью, физическим недостатком или пороком. Так, знаете, я никогда не воспользуюсь этим изъяном, чтобы обидеть вас. И дело тут не только в христианской терпимости, присущей каждому образованному человеку. Поверьте, я знаю о страдании не понаслышке и никогда, слышите, никогда не позволю себе причинить боль другому человеку. Бах вдруг понял, что говорит чересчур откровенно. Лишённый возможности видеть Клару, он обращался словно к самому себе. Молчание за ширмой. Возможно, вы как-то по-особому невероятно стыдливы? Так обещаю не смотреть на вас вовсе. Во время урока я имею привычку разглядывать учебники и тетради, а не учеников. Если хотите, от начала и до конца нашей беседы я буду глядеть в окно. И только в окно. Понемногу Бах начинал злиться. В отсутствие видимого собеседника негодование его выплёскивалось снаружи. Поверьте, мне нет никакого дела до того, как вы выглядите. Какого цвета ваши глаза, щёки, платья или туфли? Меня в вашей персоне интересует исключительно умение грамотно использовать плюс к вам перфект и сопрягать грамматические времена. Молчание за ширмой продолжалось. «Фройлен Гримм», — произнёс он самой строгой из всех своих интонаций. «Я ваш учитель и требую объяснения, почему наши уроки должны вестись при столь странных обстоятельствах». С той стороны вздохнули судорожно. «Отец боится», — наконец заговорила Клара, но опять умолкла, в затруднении подбирая слова, «что, глядя на постороннего мужчину, я стану вместилищем греха». «Глядя на меня?» — Бах от неожиданности даже не нашёлся, что ответить. «На меня?» — он посмотрел на свои пальцы, со вчерашнего утра перепачканные чернилами, когда черкал пером в письме Уда Гримма, и вдруг такая неудержимая весёлость охватила его, что он задышал сначала часто, затем захихикал бесшумно, сожжатыми губами, словно стыдясь и давя в себе смех, но с каждой секундой всё более поддаваясь ему, и, наконец, захохотал, широко открывая рот. «На меня?» — гоготал он, упав на стул, прямо на учебник немецкой речи и рукой вытирая выступающие на глазах слёзы. «Глядя на меня, в сосуд греха!» Отсмеявшись волю до лёгкой боли внизу живота, Бах отдышался и понял, что так искренне и долго не веселился, пожалуй, ещё никогда. Он встал, взял свои книги, выложил на стул из кармана полученные вчера деньги и, поражаясь собственной решимости, вышел вон найти Уда Гримма и сообщить ему, что на подобный педагогический эксперимент согласия не давал. Обошёл двор, то и дело останавливая вчера встречавшихся работников и спрашивая о хозяине. Киргизы, однако, то ли не понимали немецкую речь, то ли были напуганы, то ли и вовсе немы. Бросали на Баха хмурый взгляд из-под набрякших век и, не говоря ни слова, продолжали своё занятие. «Господин Гримм!» Бах, выведенный из себя долгими поисками, закричал так громко, что сам испугался силы своего голоса. «Господин Уда Гримм, я ухожу! Поищите своей дочери другого учителя!» Только овцы ответили ему из-за гона нестроенным блеянием. Бах, не заметивший среди работников своего проводника, решил идти на берег и дожидаться там. Оставаться более на странном хуторе он не желал. Жал покрепче томик гёты под мышкой, сердито пнул валявшаяся под ногами полена, которая оказалась крайне увесистым, и нога долго ещё ныла от боли, и направился по тропинке в лес. Путь был знаком. Топорщились ежами кусты бересклета, кряжистые дубы обнимали себя, обвивали ветвями собственные стволы. Каждый поворот тропинки Бах узнавал, но тем не менее шёл почему-то на удивление долго, может, полчаса, а может и час. Заподозрил неладное. Сперва успокаивал себя мыслью, что дорога с провожатым всегда кажется короче и легче, затем допустил, что всё же отклонился немного. Не мудрено обмануться в малой знакомом месте. Как бы то ни было, в ближайшие минуты он должен был непременно выйти к воде, от которой отделяла его самая малость тонкая полоска прибрежных зарослей. Ускорил шаг. Затем сунул книги за пазуху и побежал, скользя по жирной земле. Мимо по-прежнему неслись знакомые картины. Взъерошенные щётки божьего дерева по краям тропы узнавал. Могучую липу, расколовшуюся от макушки до корня, тоже узнавал. Пень гнилушку, утонувшую в лохматой громадине муравейника, узнавал, чёрт подери, узнавал. И засохшую берёзу узнавал до последнего её корявого сучка. А берега всё нет. И солнца в небе тоже нет. Пелена облаков затянула небосклон. Определить местонахождение светило, а значит и время, невозможно. На бегу вытащил из жилетного кармана часы. И стоят, впервые стоят, со дня покупки. Остановился на мгновение, потряс латунную луковицу, поднёс к уху, не ходит. Лишь стон ветвей слышен вокруг, надсадный, протяжный. Оглянулся, а лес-то чужой. Незнакомое чаще сереет нагромождением стволов, растрескавшихся и по-пьяному развалившихся во все стороны. Понизу щетинится иглами густой ежевичник. На ветвях лохмотья прошлогоднего хмеля. Один из уродливых к пни похож на сидящую за прялкой старуху. Бах с усилием оторвал взгляд от пня старухи и помчался, но уже не глядя по сторонам, а закрывая лицо руками отнесущихся навстречу веток и чувствуя, как из глубины живота подступает горло тяжелое, обжигающее холодом дурнота. Бежал, пока хватало воздуха в груди. Гортань раскалилась, каждый вдох резал ее пополам. Ослабелые ноги едва перебирали, месили мокрую глину. Она вдруг зацепилась носком за торчавший узел древесного корня, и тело Баха горячее, почти задохнувшееся, полетело вперед. Лоб хряснул, а холодное и скользкое. Что-то большое, твердокаменное, ударило в грудь и в бедра. Локти и колени словно одновременно дернуло из туловища вон. «А-а-а!» – закричал шульмейстер, желая прекратить мучительную боль, рвущую тело на части. Открыл глаза. Лежит. Лицом в плоский камень, в овраге, устланом по дну навалами из бревен и коряк. Поверхность камня склизкая от зеленого мха и крови, капающей у Баха из носа. Ухватился за плетьи ежевичных зарослей, подтянулся, в ладони впились колючки, заелозил ногами, упираясь в какие-то сучья. Голени тотчас заныли нестерпимо, словно перебитые. «Больно!» – слишком больно! – завертел головой, не веря глазам. Мир вокруг плавился, как сало на сковороде. Предметы теряли очертания и таяли, стекая по склонам оврага. Могучие грижи, валуны, замшелые колоды, пучки корней, лиственная прель. «Отпусти!» «Прошу!» – заверещал, вытягивая шею вверх и ощущая, как любое движение погружает его все глубже. Наконец позабыл все слова, заскулил по животному. Бах бился отчаянно, как рыба в сети, и постепенно в окружающем киселе проступала утерянная вечность мира, медленно, как проступает прошлогодняя трава сквозь стающий апрельский сугроб. Сучья и коряги, а за ними земля и камни, обретали былую твердость, жесткость и остроту. Бах хватался за что-то и упирался во что-то, работал руками и ногами, полз, полз, наслаждаясь болью от каждого удара, от каждого впившегося в бедро сучка или ободравший лоб колючки. По-прежнему тянул шею вверх, смотрел на то самое белое, спасительное. Пробившийся сквозь облака солнечный луч ударил в лицо, обжег привыкшие к овражным сумеркам глаза, но Бах даже не прищурился, боялся упустить из виду белое. Полз, полз, и скоро оказался рядом с яблоневым стволом, беленым известью. Нехотя, Бах встал, оглаживая расцарапанными в кровь ладонями беленые стволы и уже все понимая, побрел по саду. Скоро вышел к хозяйскому дому с противоположной стороны, никем не окликнутый, проплелся через хутор и поднялся на крыльцо. Красное колесо по-прежнему крутилось, старуха сучила пряжу. Не вытирая ног, Бах прошлепал в центр гостиной, увидел на стуле выложенные им купюры, смахнул рукой, и они медленно разлетелись по полу. Сел на стол. «Вы еще здесь, Клара?» спросил устало. «Здесь?» раздалось тихо из-за ширмы. «Отпустите меня». Каждое слово давалось Баху с трудом, язык и губы едва шевелились, приходилось напрягаться, чтобы перекрыть жужжание прялки. «Я же слышу по голосу, Клара. Вы добрая девушка, будьте милосердны, не берите грех на душу. У вас впереди долгая жизнь, трудно будет идти по ней с грехом». «Я вас не понимаю», испуганный, едва различимый шепот. «Нет, это я не понимаю». Бах неожиданно для себя самого возвысил голос до крика. «Не понимаю, что все это значит. Все эти странные мерзости, которыми нашпигован ваш дом, эти немые киргизы с пустыми глазами, деньги, которые сами возникают в кармане, хотя я их не получил, тропинки, что водят кругами, тающие деревья, ведьмы с прялками». Бах с опаской глянул на старуху, но та продолжала невозмутимо работать. «Все эти чертовы фокусы и дурные загадки, девицы, скрывающиеся за ширмами, а если я ее сейчас уроню?» озарила вдруг Баха злая мысль. «Пну ногой и опрокину вашу чертову заслонку». «Тогда отец вас убьет», сказала Клара просто. «Господи, вседержитель!» Бах уронил лицо в ладони и долго сидел так, слушая жужжание старухиного колеса. Он почему-то не сомневался, что Клара говорит правду. «Зачем я вам?» Наконец поднял он голову. Голос его охрип и словно увял за эти минуты молчания. «Мне 32 года, у меня ничего нет за душой, с меня нечего взять, и дать я тоже ничего не могу. Выберите кого-нибудь другого, моложе, красивее, богаче, в конце концов. В Бога я не верю, и душа моя никчемная вам без надобности. Только не говорите пастору Генделю. Впрочем, можете сказать, мне все равно. Так вот, вы ошиблись, выбрав для экспериментов меня. Я не знаю, как вы это делаете, тем более не могу предположить, зачем. Прошу только, одумайтесь. Заставить меня страдать легко, но радости большой вам это не доставит. Я слаб телом, а духом совершенно беспомощен. Какой толк мучить больную мышь? Она и так скоро издохнет. Уж лучше выбрать в жертву сильного зверя. Он будет сопротивляться долго и отчаянно. Вам же именно это необходимо. А я... Я все забуду, клянусь. Даже если и нет, рассказать о вас мне все равно некому. Круг моего общения состоит из меня одного. Я никогда более не приеду на этот берег. Даже не взгляну на него. Если угодно, гулять к Волге не выйду ни разу. Все равно не понимаю. Чего вы хотите? Скажите, наконец, прямо, будьте милосердны. Чего вы, черт подери, от меня хотите? Я хочу учиться. И всего-то. И всего-то, повторил он, разглядывая свои ладони, перемазанные кровью, грязью и известью. Ну, хорошо. А если я проведу с вами урок? Вы обещаете меня отпустить вечером? Неужели же кто-то удерживает вас силой? Морщась от боли, Бах отряхнул с рук землю и издвестковую пыль. Если я проведу урок, вы обещаете позвать того киргиза и строго-настрого приказать ему переправить меня домой? Конечно. Ему так и велено. Велено отцом, понял уже без подсказки Бах. Ладно, фройлен, извольте начать заниматься. И они начали. Прежде всего, Бах решил проинспектировать знания Клары Гримм и пришел к выводу, что они совершенно ничтожны. Девица при всей нежности ее голоса и деликатности в общении была невежественна, как африканская дикарка. Из всей географии она твердо знала о существовании лишь двух стран России и Германии, а также одной реки Волги. Причем река эта, по Клариному разумению, соединяла оба государства, так что из одного в другое вполне можно было переместиться при помощи плавательных средств. Остальной мир представлялся Кларе темным облаком, окружающим известные земли. Дальше родного Волжского берега познания девицы не простирались. О строении земных недр и содержащихся в них полезных ископаемых она имела весьма приблизительное понятие, как и о сферах небесных и в научном и в религиозном смыслах. Духовно воспитана была, но катехизис знала слабо. Пастор Гендаль пришел бы в ужас, услыхав рассказы о похождениях Адама и Евы или невзгодах Ноя в ее бесхитростном изложении. Удивление, вопиющее непросвещенность удивиться, росло в сердце Баха с каждым новым вопросом. Постепенно он позабыл свои недавние злоключения и увлекся поисками тех мельчайших крупиц знаний, которыми все же обладала Клара. Почувствовал себя сродни старателю, промывающему тонны породы ради нескольких крупиц золота. Клара отвечала охотно, не таясь, но поведать могла лишь о своей короткой немудреной жизни, которая вся от первого и до последнего дня прошла на хуторе грим. Еще в младенчестве потеряв мать и лишившись женского участия, запуганной строгим отцом, имевшая в наперстницах лишь полуглухую няньку, Клара выросла существом робким и трогательно нежным. Неосторожное слово легко приводило ее в смущение, а печальное воспоминание вызывало слезы, и она надолго умолкала за своей ширмой, шмыгая носом и судорожно вздыхая. Впервые в жизни Бах встретил человека еще более ранимого и трепетного, чем сам. Обычно он замыкался в обществе, как черепаха втягивает голову и лапы под крепкий панцирь, чтобы ненароком не быть обиженным. Теперь же был вынужден играть противоположную роль, вслушиваться в малейшие оттенки кларинных интонаций, вовремя различая в них первые признаки замешательства или грусти, тщательно продумывать вопросы, призывая на помощь всю свою тактичность и природную мягкость. Лишенный возможности наблюдать лицо девушки, он сосредоточился на ее голосе, тихом и тонком, часто начинающем дрожать, который за несколько часов рассказал ему о хозяйке больше, чем Бах знал о своих односельчанах. Азарт исследования чужой души поборол недавние усталость и страх. Бах и не заметил, как тени в комнате изменили направление, а его возмущение варварской дремучестью фройлен грим превратилось в сострадание. Под конец урока, просовывая под ширму томик стихов для экзаменации навыков чтения, он пристально вглядывался. Не покажутся ли под рамой тонкие пальчики? Это отчего-то казалось важным. Нет, не случилось. Книга исчезла по ту сторону, словно втянутая мощным потоком воздуха. Жаль. Читала Клара из рук вон плохо. Бах услышал вначале долгое шелестение страниц, затем взволнованное дыхание, а после сбивчивое чтение, медленное и мучительное, как у младшеклассника. Не успели прочесть и пары строк, в окне мелькнуло темное лицо, и на пороге возникла фигура киргиза провожатого. Вы же придете завтра? спросила Клара, выталкивая книгу обратно из ширмы. Бах подобрал томик. Казалось, что переплет еще хранит тепло девичьих пальцев. Поднимая со стула, почувствовал, как заныли ноги, и только теперь вдруг понял, что за несколько часов ни разу не вспомнил и про блуждание по лесу, и про коварную овражную топь, и про спасение в яблоневом саду. Было ли что-то подобное с ним сегодня? А если и было, то что? Понял, что сегодня он кричал от злости, хохотал, боялся, был откровенным, как никогда в жизни, и ни разу при этом не заикнулся. Понял, что хочет увидеть Кларина лицо. До свидания, фройлен Гримм, только и сказал, направляясь к двери. Колени и локти соднило, жгло от царапин скулы, но к боли он отчего-то стал равнодушен. Устал, устал невозможно, невыносимо, а вслед настойчивое. Придете? 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 Продолжение следует...